Верим в существование этого мира, вот это и есть вера, по слову Иоанна Златоуста. Как невозможно быть верой, когда кто не убежден, в невидимом вполне так же, как в видимом. Ну подождите, тогда скажете вы, тогда мы все с вами атеисты, наверное. Нет у нас веры. Ну как, ну только может быть у апостола Павла, который был восхищен до пятого неба, у святых, которые имели опыт. Да, вот такая вера есть, а мы-то с вами грешные. Ну я не знаю, у меня точно веры нет, я такого дара боговидения, к сожалению, не имею. Вы скажете, нет, но все же мы верим. И я скажу, нет, я верю, что бог есть. Вот этот личностный аспект моей свободной веры, он все-таки присутствует. И тогда отцы церкви говорят, да, есть и это начало, свободное начало. И многие отцы поэтому говорят о двояком смысле понимания веры. Нужно говорить о вере, вот в нашем с вами, в смысле многогрешных, простых людей, и вере в смысле пророков и апостолов, святых и подвижников. Вот как пишет преподобный Иоанн Дамаскин в точном изложении православной веры. «Вера между тем двояка, есть вера от слышания, послание к римлянам 10-17, ибо, слушая божественное Писание, мы верим учению Духа». И далее. «Вера же есть опять-таки осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, или несомненная и нерассуждающая надежда на то, что обещано нам Богом. Поэтому первая вера относится к нашему намерению, а вторая – к дарам Духа». Или преподобный Анастасий Синаид. «Правая вера понимается в двух смыслах. Вера есть от слышания, от проповеди. И есть еще более прочная вера – осуществление ожидаемых благ. Верую от слушания могут обладать все люди, а вторую веру стяжают только праведники». Или Кирилл Иерусалимский в пятом огласительном поучении. «Слово «вера» – одно по названию своему, но разделяется на два рода. К первому роду принадлежит вера научающая, когда душа соглашается на что-либо, и она полезна для души. Другой род веры есть тот, который по благодати даруется Христом. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом. Итак, сия по благодати Духом Святым даруемая вера есть не только научающая, но и действующая свыше сил человеческих». Полное единодушие совершенно разных в разные века живших христианских богословов, отцов церкви о двояком понимании веры. Одна из вероотслышания – начальный этап. Я читаю Евангелие и говорю, да, это было. А ты можешь доказать, что ты меня? Я говорю, нет, не могу. Ну а как же ты соглашаешься? А я верю. Это нормально. А далее идет истинная вера, даруемая по благодати. Даруемая Богом. Вот что же это за истинная вера и как ее понимать? Вот очень хорошо на эту тему сказал преподобный Максим Исповедник. В разных местах своего одного из главных произведений «Вопросы и ответы к Фалассию». Что он пишет? «Божественный и великий апостол, определяя, что есть и вера, говорит, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Если же кто определит ее как внутреннее благо или истинное ведение, показывающее неизреченные блага, тот не погрешит против истины. Стало быть, вера в Бога есть то же самое, что и Царствие Божие. И они только мысленно отличаются друг от друга. Вера есть безвидное Царствие Божие. А Царствие Божие есть вера, божественным образом обретающая свои формы. Так что, согласно этому речению, не вне, а внутри нас находится вера, которая, будучи приводимой в действие божественными заповедями, становится Царствием Божиим». Или в другом ответе Фалассию, еще более четко показывающем отнесение к этому посланию апостола Павла. «Христос же есть, как мы полагаем, воипостасная вера, главой которой явно предстает Бог. К нему Христос и возводит слово веры, являя возводимому уму Бога в том, что соответствует естеству. Вера есть Христос, таинственно вселяющийся в человека и развивающийся в нем наподобие горчичного зерна». Вера – это Христос, живущий в нас. Вот это понимание, опять же, все, подчеркиваю, к этому греческому тексту показывают. Почему нет споров? Есть глубина понимания, понимание того, что слово многозначно, и пытаются раскрыть этот глубинный смысл. А когда на Западе понимают веру только как мой свободный выбор, ну, понятно, если я верю, значит, это я верю, тогда получается многообразие различных концепций. Почему же возникает вот это состояние, когда мы фактически обладаем только первым состоянием веры? Кстати, вот пример можно привести из Священного Писания. Помните, когда отец больного сына обращается к Христу, чтобы он его исцелил от беснования, и Христос, как обычно, он спрашивает у него, а веруешь ли ты, что я могу это сделать? И отец произносит фразу, можно сказать, непонятную, на первый взгляд. «Верую, Господи, помоги моему неверию». Вот любой бы из нас на месте Христа, наверное, спросил бы, «Да ты разберись, веришь ты или не веришь? Что ты тут юлишь?» Христос прекрасно понял и сказал, «Все, сын твой извлечен» и так далее. Почему? «Верую, Господи, я верую, вера от слышания, вот я слышал, что ты чудеса творишь, вот этому я верю, но состояние мое – это неверие. Вот только ты, Господи, можешь помочь моему неверию, можешь дать, говоря словами отцов церкви, ту истинную веру, то созерцание невидимых благ, которое мне сейчас не дается». Вот два эти уровня веры и апостолы и в Евангелиях уже встречаются. Почему же такое раздвоение? Почему у нас нет истинной веры? Иногда говорят следующим образом, особенно опять же в западном философствовании, такие немецкие философы, как Якобиш или Ермахер, разрабатывали концепцию о вере, как о некой познавательной способности. Эта мысль, кстати, имеет свое основание. Вот небольшой пример, опять же, пример злоупотребления понятием веры. Злоупотребление, которое меня часто, чрезвычайно расстраивает, именно потому что очень часто приходится слышать, причем от очень уважаемых людей, священников, которые в полемиках с атеистами часто говорят так, а вот вы, атеисты, ведь тоже верите. Вот вы можете доказать, что Бога нет? Не можете. Значит, вы верите, что Бог есть. Значит, вот и все. Мне не понять. Субтитры создавал DimaTorzok